МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да, добрый день. Расскажите, театральный бульвар будет проходить в таком формате впервые или это продолжение тех театральных фестивалей, которые проходят в рамках московских сезонов каждое лето? У нас этот именно фестиваль впервые. Конечно же, в Москве было много театральных событий, много фестивалей было ранее. Но этот фестиваль, он особенный своей программой, он особенный стабом, своей продолжительностью и своей концепцией. Расскажите в таком случае, какие театры участвуют в фестивале, какие спектакли они представят и, в общем-то, что особенного вы подготовили? У нас есть много площадок, которые будут работать все это время. Для зрителя совершенно разного. У нас есть какие-то истории, которые предназначены больше для зрителей, которые очень любят театр. И у нас центральная сцена нашего фестиваля на выходных будет программа на покровке в амфитеатре. Это будут московские театры, это спектакли, которые мы специально адаптировали для показов в городских пространствах. И там будет просто плеяда каждый день на выходных звезд театральных, которые мы все очень любим, и ведущих московских театров, которые представят свои спектакли. Потом у нас на Пушкинской площади, это вторая центральная сцена фестиваля, а также на выходные дни, у нас огромная там музыкальная программа. У нас каждый почти день будет большой блок оперной программы с известными ариями, с разными солистами ведущих театров Москвы и ведущих театров страны. И там будут еще тоже спектакли, художественное слово и музыкальные спектакли тоже известных артистов театра и кино. А вот по бульварам еще, да, у нас есть еще третья малая сцена на Чистопрудном бульваре. Там у нас в основном музыкальные спектакли и спектакли для семейного просмотра, спектакли для детей. И эта сцена малая наша на Чистопрудном бульваре, она как раз-таки будет работать каждый день, потому что спектакли только что, их не вместить только выходные. А еще, помимо этого, как раз-таки вот это, я блок рассказала, это касается зрелищности. А еще есть большой блок, где можно вовлекаться, где можно участвовать, где на бульварах работают разные мастерские, творческие, режиссерские мастерские, где в течение фестиваля будут готовы, готовятся разные спектакли. То есть интерактивная такая будет программа большая. Очень много интерактива. И если мы пойдем с вами прогуляться по бульварам справа налево, то у нас первый бульвар нашей программы, это на Тверской, Лето, Опереты. Там будет программа, посвященная опереточному жанру. Потом на Пушкинской выходные дни это музыкальная наша сцена. Дальше идет Страстной бульвар, где будет сразу представлено несколько театров, которые работают в жанре иммерсива. И там будет визуальный семейный театр. Это такая точка очень важная и интересная для детей. Там каждый день будут с детьми делаться декорации, ставятся спектакли. Вторая точка на Страстном — это точка погружения в разные спектакли с участием зрителя, которые тоже необыкновенно интересно делают. Вот наши друзья, эскизы в пространстве. Потом мы на Срединском бульваре. У нас выставка театрального костюма. И там также работают несколько театральных точек. И там можно побывать в театральном буфете, поучаствовать, пообщаться с актерами. И там идет такая постановка, которая безостановочно будет с нами все это время. И еще в формате стори-теллинга работает кварт-театр. Это прожито, это очень интересная история, взятая из дневников москвичей. Какие-то воспоминания разных лет и годов. И туда тоже можно присоединиться. На Цветном у нас тоже программа для детей цирковая, где каждый день будут разные артисты разных жанров и уличные цирковые артисты. А вот наша мека на Чистопрудном бульваре, там одновременно будут работать многие мастерские, которые там на месте будут создавать разные перформансы и спектакли. И в выходные дни будут постановки, премьерные показы того, что мы создадим на бульварах. А скажите, Мария, фестиваль все-таки станет площадкой для молодых актеров или в ролях можно будет увидеть известных и заслуженных артистов? Ну, у нас вот как раз-таки наша сцена театральная на Покровке, она в основном там большой акцент на звезд. Там и Евгений Князев, и Баринов, и Миркурбанов, и Дарья Мороз. Ну, я, думаю, там больше 20 имен, всех перечислять не буду. Это можно посмотреть на МОСРУ программу. Но также там будут и постановки молодых театров. Потому что, конечно же, в фестивале очень важно показать весь спектр того, что представлено вообще в театральном мире, насколько он насыщен, насколько он многогранен, и как много есть разных и жанров, и разных языков, которыми театр умеет, может говорить со зрителями. А вот в наших мастерских на Чистопрудном бульваре это в основном молодые актеры, молодые режиссеры. Там большой очень акцент на декораторах, на постановщиках. И вот там вот это все будет названо «Экспериментальный бульвар». Как раз таки эксперимент. Поэтому там будет разное экспериментальное искусство тоже театральное. Вход на фестиваль бесплатный, насколько мы знаем. А театры и актеры тоже выступают бесплатно? Это благотворительный проект? Нет, есть гонорарная часть, поскольку выступать бесплатно 28 дней – это задача крайне сложная и тяжелая. Но это программа, которая обеспечивает нам город. А чем фестиваль интересен самим московским театром? Почему так важно покинуть привычную сцену и выйти на улицу к обычным людям, к москвичам, большинство, может, из которых и не очень хорошо знакомы с театральным искусством? Ну, вообще миссия любого фестиваля – это вовлечение и привлечение новой аудитории. Потому что мы знаем по статистике, что далеко не все люди ходили в театр. Многие из них ходили в театр в школьные годы. Им когда-то давным-давно не понравилось, и они больше не повторяли в жизни свой опыт. А поскольку мы живем в городе, который настолько насыщен качественными театрами, прекрасными постановками, огромное количество режиссеров, то есть это необыкновенный творческий ресурс и необыкновенный для людей и источника вдохновения, и качественного отдыха, и очень важных моментов для внутреннего развития, для диалога со временем, для чувствования того, что с нами происходит. Поэтому такие фестивали, они, конечно же, и открывают зрителям театры. Театр вообще как жанр, показывая, что это совсем не скучное, не сложное и не занудное действие. И такие фестивали, они позволяют зрителю найти свой театр, потому что очень разные вкусы и предпочтения, и поэтому здесь можно будет увидеть совершенно разное. А для театров это ещё и важно, поскольку летом вообще это каникулы, это отток людей из зрительных залов, потому что жарко, потому что всем хочется быть на улице. И вот театр идёт к зрителю на бульвары, там, где прекрасное лето, там, где зелень, там, где вот это ощущение радости можно дополнить и его сделать особенно ярким. Это лето наше московское. Ну и главный вопрос, как попасть на фестивальные площадки. Думаю, желающих будет огромное количество. Это будет живая очередь или нужно зарегистрироваться заранее? У нас все площадки открыты с 17.00 до 20.00 в будни и с 17.00 до 21.00 в выходные. Посещение свободное. Можно прийти и поучаствовать во всех наших точках, которые есть на карте на МОСРУ. И единственная регистрация требуется на нашу сцену театральную, поскольку это амфитеатр, и он вмещает ограниченное количество зрителей. Но в любом случае бывает и такое, что даже если регистрация закрыта, то какое-то количество гостей мы всё равно можем дополнить к тому, что пришли по регистрации, но гости по регистрации, за ними предпочтение. Вот такая вот у нас история. Спасибо, Мария, что же все выходим на московские бульвары и наслаждаются театральным искусством. О фестивале «Театральный бульвар», который стартовал в Москве, нам рассказала в прямом эфире арт-директор фестиваля Мария Гальперина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова